Этот малыш русского языка не знает и маму свою почти забыл. Большую половину своей жизни Анжел прожил без нее. Сначала в испанском приюте, затем в патронатной семье. И вот вдруг незнакомая женщина называет себя мамой. Сразу так смотрел, но не понял даже, в чем дело. А потом как-то сразу прошел. Российские дипломаты, уполномоченные при президенте по правам ребенка, добивались возвращения Анжела из Испании в Россию. Уникальный случай. Впервые это удалось. В Испании родители Анжела Сухорукова, Ольгу и Дмитрия, лишили прав на малыша. Ребенка у родителей изъяли. Якобы был звонок, который дал право прийти в эту квартиру, в этот дом, в эту семью и ребенка изъять. Сегодня у Ольги Проскурниковой целая пресс-конференция. Она пытается объяснить журналистам, как лишилась сына. Сначала одного, потом второго. Ведь испанские власти лишили ее прав и на старшего ребенка, 11-летнего Арсения. По словам женщины, сын от первого брака слишком ревновал к новорожденному. Вплоть до обращения в полицию. Взял пеленку и на лицо положил, а я бутылочку какое-то время готовила. Я его забежала, увидела это и ударила по щеке. Для Арсения это было просто оскорбление, не знаю, как для него это было. Он обиделся, говорит, я пойду жаловаться в полицию. В России Ольгу из-за этого заочно лишили прав на старшего сына. Теперь Арсений живет с бабушкой в Добровском районе. А вот Анжелу по российским законам Ольга Проскурникова самая настоящая мать. И доказывать это она будет сразу после того, как Анжела выпишут из больницы. Те обследования, которые удалось пройти, у него легкое выражение ОРВИ. То есть покраснение горлышка, температуры нет, несколько сиповат голос, но большего ничего. Отец малыша вернется в Россию через пару месяцев. Анжел Сухоруков будет ждать папу в новом доме, в Липецке. К мальчику всего один год и девять месяцев. И вот уже в третий раз для него начинается новая жизнь. Майя Евглевская, Олег Писарев, ТВК, Новости.